Четвертый год подряд класс Ирины Васильевны Ильченко готовит очередную постановку. Увлеченные театральным искусством, ребята с удовольствием играют в сказках и новогодних спектаклях. В этом году, теперь уже девятый, класс взял планку выше и заявился на участие в областном конкурсе «150 национальных культур Дона». По условиям конкурса театральный коллектив участвовал в жеребьевке, ему досталась культура Греции. Сценарий фивейской истории Ирина Васильевна писала сама, изучив литературу и культуру Древней Греции. От мифов и легенд Древней Греции, от научных статей о том, что представляет собой театр, когда он зародился. Пьеса состоит из трех историй. Главные герои спектакля – Алексит, Тион и их отец странствуют по Греции, встречая известных персонажей. Это страшный циклоп и его овечки, мореплаватели-аргонавты и гениальный ученый-архимед. И, конечно же, несравненные греческие богини – Афродита, Афина, Калиопа, Ника и Артемида. Каждый эпизод – это и другой театральный жанр. Богини – это у нас просто драма. Легенда об Архимеде – это, естественно, ближе к комедии, потому что комедийным героем выступает у нас ювелир. А остров, циклоп и овечки – это, конечно, трагедия. Актеры очень серьезно отнеслись к своим персонажам. Долго готовили роли. Я в разных источниках смотрела, во-первых, описание Афродиты, какая она была. Готовился. Ну, у кого-то друзей поспрашивал, как лучше сыграть. Сам дома готовился, перед зеркалом стоял, репетировал много. Танцевальные номера тоже ставили сами школьники. Я занимаюсь танцами, и когда настало время поставить постановки и композиции, я поняла, что не могу остаться в стороне, чтобы сделать интереснее, и чтобы зрителям было понятно и увлекательно, то нужно просто вложить свой вклад в дело класса. Спектакль получился, и все актеры остались довольны своей игрой. Но режиссер ставила более сложную задачу. Это коллективное дело в нашем классе. Это дело объединяет детей, а научит их быть внимательнее друг к другу, находить достоинства, меньше видеть недостатки друг друга, помогать друг другу. Это позволяет им перевоплощаться, раскрепощаться, вести себя в разных ситуациях свободно. Потому что дети, когда они играют, они переступают какой-то барьер скованности и становятся более открытыми к миру людьми. И потом это их детство, им будет что вспомнить. Спектакль «Фивейская история» отправляется на конкурс, и нам остается пожелать им победы.